13 октября, день Григория, назван в честь преподобного отца нашего Григория, игумена, обители на Пельшме-реке Вологодского чудотворца. Познав суету мира, он отверг ее и покинул родительский дом. Пришел в Желтоводский монастырь к преподобному игумену Макарию, принял от него пострижение. В монастыре поучался подвигам иноческой жизни. Особенно он преуспел в постничестве. За строгую добродетельную жизнь Григорий принял на себя сан священства. Сегодня наши предки готовили постельные принадлежности на зиму. Старую солому, которой были набиты подушки и матрасы, сжигали, а новые набивали. В преддверии праздника покрова наводили порядок в доме. Выбрасывали мусор, застилали крыльцо и дом свежий с соломой. Вообще сегодняшний день связан с соломой. Наши предки считали, что солома вбирает в себя силу земли. Простые люди рождались на соломе и на ней же умирали. В быту широко ее использовали. Набивали постельные принадлежности, использовали для изготовления занавесий для окон и, конечно же, кормили соломой скотину. Сегодня молились Григорию и просили, чтобы замена соломы в доме пошла во благо. Знатоки по старой соломе судили о состоянии здоровья человека, который на ней спал. Внешний вид и состояние соломы рассказывали о недугах, которые только начинались, не говоря уже о болезнях. А старухи в это время еще сжигали свои лапти. Была распространена традиция обливать детей через решето водой. Для этого их ставили на порог дома и обливали. Считалось, что такая процедура поможет защититься от болезни, сглаза и порчи. В результате чего ребенок будет жить в достатке. Порог дома, квартиры считаются границей между домом и другой, то есть потусторонней землей. А решето символизирует достаток. Для излечения сглаза у детей следует на заре сходить к трем ключам и набрать воды. Дома слить воду вместе и этой водой умыть ребенка трижды, при этом читая молитву или заговор. Идти за водой и обратно надо молча, не кланяясь, не отвечая на приветствие и не оглядываясь. Приметы. Если сегодня выпал снег, то в ближайшие дни наступит потепление. Если на липе и березы не осталось листьев, год будет легким. Если листья еще видны, зима будет суровая. Снег лежит сухой, лето будет урожайным. Мое обращение к посетителям канала. Поддержите канал, поставьте лайку, дайте какой-нибудь отзыв. Это простые вещи. Я не прошу вас денег. Поддержите меня вот таким вот образом. Это канал не для того, чтобы вас развлекать, а для того, чтобы вам помогать.